Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Люблю флешмобить. И вы знаете, вот сейчас наступает летний сезон, можно так сказать, накатывает, накатывает, накатывает. И в течение лета начинают те или иные травы выделять пыльцу, а особенно где-то в августе, кто там у нас ряд растений, выделяют столько много пыльцы, что люди, можно так сказать, начинается эпидемия аллергии на цветочную пыльцу. Естественно, медицина подходит к этому со своих позиций. И люди, которые сталкиваются с этим делом, рассказывают последствия. И слезы текут, и сопли текут, и кожа покрывается разного рода сыпью. И они там горстями то применяют, то все применяют. Ну, короче, страсть Господня. И все это, и все это у них, ну, в какой-то степени, возможно, это помогает, мне не буду спорить, приглушает. Но все это с каждым годом повторяется. Так вот, мой флешмоб состоит в том, что с помощью очищения, а особенно очищения печеночки, кто вот уже прошел это, ну, и может, у кого как раз аллергия на цветочную пыльцу, он может дополнительно еще разок другой, а то и третий, почистить печеночку. И если у вас выходят, если у вас выходят, продолжают выходить все эти камушки, то это говорит о том, что следует чистить примерно через недельку, через две. А если у вас ничего не выходит, ну, тогда и нечего пробовать. Ну, флешмоб заключается в следующем. Люди, которые почистили печеночку, и ранее страдали аллергией на цветочную пыльцу, ждали наступления августа, когда вот эта вот зацветет там какая-то там трава особая, я уже не помню, как там она называется, и на нее начинается аллергия массово, то после того, как они почистили печень, весной у них никакой аллергии нету. Плюс, если они еще нормально питались. Так что, мотайте на ус, те, у кого особенно там аллергия бывает на цветение пыльцы, и начинайте чистить печеночку. А в дополнение я, как говорится, в повторении мать учения, приведу из целебной кулинарии наш разговор с Леной Василек, которая с детства страдала аллергией. И вот что она делала для того, чтобы ее не было, естественно, по моим книгам, а я, естественно, написал их по общечеловеческим знаниям, она от этого избавилась. Посмотрите, как она выглядит, какая ее кожа, какая энергетика, какой стал самостоятельный человек. Так что аллергикам посвящается. Доброе здоровье, у нас сегодня в гостях у целебной кулинарии гость Елена Василек, поэт, композитор и певица. Еще по совместительству целебной кулинар. И целебной кулинар. Елена в свое время прошла непростой путь от человека, который страдал, я думаю, такой сильнейшей аллергией, к тому, что просто-напросто от нее издался. Да, я действительно очень страдала с самого детства аллергией. Ничего не могла сделать, никакие таблетки. Ну, они только снимали симптомы, но не давали никакого излечения. Вплоть до того, что на лицо мне накладывали гормональные мази, хотели колоть, хотели... Ну, Бог знает, что со мной делать. И так получилось, что вот в таком состоянии я прожила где-то так лет уже. Ну, уже больше 20 дней было гораздо. И поехала я к морю полечиться. Угу. Потому что сказали мне, ну, солнышко лечит. Ну, солнышко действительно лечит. Когда если какие-то есть проблемы с кожей, то именно утренние, солнечные ванны, они хорошо подсушивают кожу, да, и дают витамины, витамин Д, каротин. Ну, понятно, да, из-за того, что... Это общепринятая точка зрения. Я потом расскажу свое. Да, ну, хорошо. Но мне, по крайней мере, помогало. Ну, а чтобы просто, как сказать, было не скучно на отдыхе, я взяла с собой несколько книг. И одна из этих книг была важной, Настя Петрович, не поверите. И я стала читать. Я забыла и про море, и про солнце. Я только читала вашу книгу. Потому что я поняла, что именно в этой книге секрет того, как стать здоровой. Можно сказать, спасение. Это спасение, действительно. И вот то, что вы видите сейчас перед вами, это результат ваших трудов, на самом деле, это же... Великолепная кожа, телосложение, самое главное, хорошее настроение. Хорошее настроение, хорошее работоспособность. Я избавилась от аллергии. Что я делала? Я первым делом смотрела. А вот сейчас, прежде чем ты расскажешь, как ты избылась от аллергии, я хочу дополнить твой рассказ. Вот смотрите, Леночка сказала все, что вот аллергия, значит, врачи там мазят, и так далее, и так далее. Но при этом никто, и в том числе и врачи, не спросили, а как работает кишечник, а что ты ешь, вот, а как ты так себя вот чувствуешь, вот, ну, переживаешь, не переживаешь, да? Оказывается, ничего это не спрашивалось. А в итоге у Леночки плохо работал кишечник, и шла интоксикация. И у многих людей, которые страдают, я должен сказать, процентов на 90, кто страдает аллергией, у них как раз работает плохо кишечник, и тут все вот эти вот шлаки в кровь, насыщают жидкостные среды, и потом что-то мне дай, и сразу аллергии высыпают. Самое главное, нужно следить, мне кажется, за детьми, чтобы дети своевременно, ну, будем говорить своими словами, чтобы их организм очищался, чтобы они в свое время ходили в туалет, да, безусловно, это нормально. Я всегда следила за своим ребенком, это для меня было очень важно. А твои родители следили за тобой? Ну, нет, не следили. Они считали, что два-три дня это так. Они даже не знали, что, да, я могла по три дня не ходить в туалет, и не интересуются. Да. И вот что произошло? Произошло, сошла куха всей жидкости, да? Потом, поэтому все это... Безусловно, это годами скапливаются. Мы же моем пол у себя в доме, мы же убираемся. Почему мы не очищаем свой организм? Это же совершенно неправильно. Вот, и ты начала очищать, начала кишечник очистить. Безусловно. И что ты почувствовала? Я почувствовала легкость, я почувствовала, что это работает, я сразу почувствовала очищение на какое-то на лице, и у меня посветлели глаза, и мне стало легче двигаться. Вот смотрите, я просто буду Лену перебивать и дополнять. Вот смотрите, посветлели глаза. Дело в том, что белки в наших глаз, они, будем говорить, омываются, и там внутри находится жидкость, и если эта жидкость уже, будем говорить, ну, грязная, то у нас и белки становятся серыми, такими уставшими, серыми. Как только мы очищаемся, очищается жидкость, и значит, что белки становятся, оп, стали более лучше. Если у нас не работает кишечник, то что у нас работает? У нас работает кожа, поэтому на коже, кожа начинает усиленно выделять все эти шлаки, и различные, вот эти аллергии, и так далее. Да, да, да. И насморк, и слезы, все же это и отсюда, конечно. И слез, да, прекрасно. Ну вот смотрите, что надо сделать, думает, вот Леночка очистилась, да? А второе, что надо сделать, это надо поменять наши жидкостные следы, убрать все вот эти вот шлаки, которые там были. С помощью чего-то можно сделать? Это нужно делать с помощью свежевыжатых соков, в первую очередь. Во-первых, отказаться полностью от всех газированных сладких напитков, типа Кока-Кола, и так, ой, наверное, нельзя говорить в эфире, но сладких напитков. А почему сладкие напитки? Ты знаешь, что они имеют сахар? Потому что очень много, во-первых, они синтетические, там очень много всяких разных красителей, добавок, все остальное. Вот смотрите. Столько сахара находится в этих напитках, никто даже не знает, что... Леночка, я тебе наиваю. Нет, ты все, я говорю, что, просто я дополняю тебе. Смотрите, что делает сахар? А сахар, оказывается, он сушит организм, он подсушит все эти наши слизистые оболочки. В результате чего? Они перестают нормально работать. А мы думаем, а почему тогда так кишечник плохо работает? Потому что слишком много сладкого, которое нас высушило. Далее, вот эти все синтетические вещества, которые имеются в напитках, наша организм... Усилители вкуса, вот этот бензат натрия... Наша организм не может их полноценно из себя выводить. Он способен выводить только те природные вещества, которые он, ну, в течение тысячелетий, к ним предпосудится. А что там новое, он уже не знает. А что с этим делать, просто-напросто. И вот правильно, соки. И сейчас как раз мы с вами приготовим один из соков вкусный, полезный, с которым можно начинать вот как раз... Утро, да? Утро, да? Утро, день. Вот. Это сок из рейфрута и апельсинов. Смотрите, почему не только с апельсинов? Если мы с вами будем использовать сок только из апельсинов и пить его много, все-таки сладости, слишком много. Сладости это уже, знаете, как... Полосапинный диабет, да. Да. Нежелательно. Поэтому, чтобы этого не было, мы с вами его сделаем с рейфрутом. Грейфрут, там мальчиночка. Здесь ферменты, здесь чистенькая вода, которая будет... Что такое делать, ферменты делать? Они переживают шлаки, а водичка быстренько через почки все это вымывает. Давайте сделаем. Давайте, делаем этот сок и пьем его. Значит, рейфрутово, апельсиново. Ах, какой прекрасный рейфрут у нас. Так. Теперь мы апельсин и делаем сок. Сок делается очень просто. Для этого мы используем специальную выживалочку. Пресс. Это не пресс, а вот такая вот специальная выживалка. Я имею в виду... Для цитрусового, оказывается. Опа. Но как пресс работает же. Да-да-да-да-да. Например, на как пресс вот это. Хоп. И смотрите. Смотрите, как хорошо она выжала. Видите? Опа. Ах, понюхайте. Ах. Есть у нас. Теперь мы... Апельсинчик. Берем, ставим на центре. Только раз. И давим. Пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. То есть агрессивность нежелательна. Но я уже привыкну. Вот. И у нас примерно сток получается один к одному. Я так чувствую, что ты хочешь попробовать, как это давится. Ну, иди сюда, вдруг мне не палашься он дать. Ну, хорошо. Попробуешь? Ну, давайте еще разочек посмотрим. Давай. Ты в чем особо думаешь? Да, и все так. Раз, надавливай. Просто с любовью нужно еще. С любовью, не спеша. Улыбаться. Улыбаться. И получается прекрасный целебный напиток. Да. А теперь Лена пробует. Давайте. Нарезаем. Вот так вот вставляем. Давайте. Па. И... Раз, потихонечку. Вот. Пошел-пошел-пошел-пошел. Сок сам. Вот так. Сильно давить, в смысле, быстро давить не надо. Почему? Потому что мякоть тогда сюда попадает. Каким-то корочество. О! Отлично у нас получилось. Это мы. Полная кружка. Полная кружка. И мы ее... Сейчас. То есть вот этот сок. Зачем нам действительно пить сок? Сок должен как раз у нас... Ай, это вкусно. Вымыть вот эти вот шлаки. Мне больше налей. Ну и что? Нормально. Будет здорово. За здоровье. И прощай аллерия. Прощай. Чистенькая вода. Сразу промывает наш организм. Ферменты, которые здесь имеются, начинают дожигать те шлаки, которые еще не окислились. И все это выводится. Причем соки надо пить будет регулярно. Для того, чтобы мы, ну примерно 50 килограмм, ну то есть взять меня, наши жидкости сменить на чистенькую. Каждое утро. Вообще, мне кажется, что все нужно делать регулярно. Это за опыт питания? Да, конечно. И, ну достаточно много нужно пить свежий нуждок соков. Не обязательно только, это неправильно пить только там цитрусовые, да? Но если мы будем добавлять еще овощные соки, то это только будет плюс к нашему здоровью. И сейчас мы сделаем сок из, какой твой любимый сок? Мой любимый сок, морковочка, сельдерей и немножко свеклы. Морковочка, сельдерей и немножечко свеклы. Как раз мы сейчас такой сок и сделаем. Могу оторвать. Морковно-сельдерейный сок, чему еще способствует? Он также за счет структурированной воды будет прекрасно промывать наш организм. И плюс то, что если в этих соках больше содержится, ну, будем говорить, сладостей, то здесь уже не столько сладостей и фруктовых кислот, а здесь больше минеральных веществ, которые необходимы для нашего организма. И они также великолепно нейтрализуют сельдерейный сок. Клетчатка там, правда же? Ну, клетчатка там немножечко. Ну, все-таки есть, почему же? Ну, смотря насколько фильтровательный. Хорошо. И у нас получился с вами сок, который с одной стороны будет нас очищать, а с другой стороны вот эти слизистые оболочки, которые у нас подсохли и плохо работают, они вот работают намного лучше. Почему? Потому что здесь имеется морковный сок, который содержит каротин, а каротин нужен для наших слизистых оболочек, чтобы их восстановить из-за сушеного состояния, которое мы привели, в нормальное. Более того, он хорош там и для кожи, и для печени. Кстати, а свекольный сок, свекольный сок, он очень хорош для очищения печени. Вот этот вот запах свекольный, вот эти вот фитонциды, они душистые, не всем нравится этот запах. Что он делает? Он способствует тому, что открывает различные запорки, которые у нас имеются, и печеночка лучше очищается. То есть, если у нас грязная печень, а вот сейчас мы как раз спросим, Леночку, вот она очистила кишечник и ей стало легче. Но, конечно, без очищения печени никакой очистительный процесс нельзя считать завершенным или, по крайней мере, действенным. Печень – это царица всего организма, это пьеса в нашей крови. Хорошо. А вот ты очистила печень, что ты видела, когда очищала печень? Ой, да это страшно. Выходили ко мне, я думаю, что у всех такое, да, наверное, зеленые, белесые, да еще со всякими там обмотанными лентами, слизи и все, что прямо такая страсть. Ну, и главное, после этого ты реально худеешь. То есть, честно… Давайте, наверное, заменим слово худеешь, потому что оно худое. Настраю не ешь. Ну да, то есть ты реально чувствуешь, что ты сбрасываешь вес. Прямо буквально за 2-3 дня печень, конечно, начинается биться. Но мне кажется, она радуется, она въездит, спасибо, что ты убрала от меня. Я вот когда посмотрела, ну, представляете себе, вот, практически вот если два этих стакана соединить, вот столько во мне было камней. Ну, как такой маленькой печени, может, вы себе не можете даже представить. Это правда, у меня даже есть фотографии. А фотографии эти камни? Конечно, есть и камни, и там еще всякая страсть. Хорошо, покажешь тогда? Хорошо. Вот здесь все, конечно, зависит от пропорции. Мы сделали пропорцию срок, он, конечно, мы нормально сделали. Нормально. А вот что касается сельдерея, мы примерно его, ну, где-то слишком много добавили. Да, на вкус моковочки побольше, а он тогда будет просто немножечко слаще и вкуснее. Ну, я думаю, для очищения это не важно. Мы можем сейчас и добавить моковочки еще и сделать то, что надо, если хочешь. Прекрасный сок. То есть этот сок освежает, этот сок освежает, вот, и... Тонизирует. Освежает, тонизирует, и самое главное, опять-таки, он дожигает различные шлаки, их вымывает, способствует восстановлению слизистых оболочек, способствует тому, что дает нам питательные вещества в виде минеральных веществ, которые нужны для нормальной работы нашего организма. И вот этот вот сок, он не такой сладкий, как этот. Его же можно пить до литра в день. Я даже пью больше. Это плохо, Геннадий Петрович? Посмотрите, все-таки... Это как-то процесс очищения. Да, когда процесс очищения. Да, да, как-то я специально, конечно. Я где-то до двух литров, я даже пью. До двух литров. Ну, полтора-два литра, да. Но это только в первой половине дня, естественно. То есть я считаю, что если сок после двух часов уже пить дня, то он уже не так хорошо усваивается, как в первой половине, правильно? Правильно. Вот. И он как раз вымывает. То есть два литра, вот смотрите, если Лена весит примерно килограмм, 50... Нет, поменьше. Ну, где-то уже 8,50, так, да. Ну, на массу тела 50 килограмм, видите, два литра. Два литра сока заливается в организм, вымывает токсическую жидкость и примерно через, ну, грубо говоря. Добавляем. Добавляем.